Так, уважаемые коллеги, вечеринка на проработок. По повестке дня защиты диссертации Соловьёва Сергея Александровича на тему «Методы расчётов надёжности изгибаемых журналистовных элементов, правда, не преограниченности средств информации. Выставлены в следующем институте рекомендарных институтов в подписании на 5-7-7-1-3-пометра». Будут замечания по повестке дня. Нужно руководить Владислав Ильич Купкин, доктор Техничеслав, профессор. Официальный оппонент, доктор Техничеслав, профессор Смагады Геннадий Алексеевич, и доктор Техничеслав, профессор Кузин Александрович Алексеевич. Другая организация, геостремический университет имени Кирова. Словно стать учёным секретарем для обратной связи с обезжаемыми представлены документами и соответствуют на новой депрессии. Пожалуйста, я не отвечу. Соловьёв Сергей Александрович, 1992 года рождения, гражданство Российской Федерации. В 2015 году окончил Вологодский государственный университет по специальности промышленное и гражданское строительство. Перевод подготовки диссертации. С 2015 года по настоящее время соискатель Соловьёв Сергей Александрович обучается в ученой аспирантуре Вологодского государственного университета на категории промышленное и гражданское строительство по направлению подготовки 08-0601 техника и технологии строительства по направлению строительной механики 05-23-17. С 2015 года по настоящее время работает в Вологодском государственном университете. Справка о сдаче крандидатских экзаменов выдана в 2019 году Вологодским государственным университетом. В деле имеются все необходимые документы, оформленные в соответствии с положением о присутствии ученых ступеней в Минозомауке Российской Федерации. Спасибо. Есть вопросы к ученым ступеням? Вопросы к нашим. Словь представляется в своей статье благодаря предложению остальных положений в новом ступеней работе. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый председатель, уважаемый член институционного совета, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию в своем ступеней институционном исследовании, посвященном количественной оценке безопасности эксплуатации изгибаемых изгибаемых элементов при ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах. В 2010 году вступил в силу 384-й федеральный закон технический регламент о безопасности зданий и сооружений, на основе которого были изданы новые нормативные документы в области обеспечения безопасности несущих элементов конструкций, например, такие как Международный стандарт ГОСК, здание надежной строительной конструкции и оснований, слой правил бетонной или бетонной конструкции и другие. Ключевым термином данных документов является понятие «механическая безопасность», под которое понимается такое состояние строительных конструкций, при котором отсутствует недопустимый риск превышения предельных состояний. Безопасность строительных конструкций всегда была и на данный момент остается актуальной домоценной задачей. Подтверждение можно привести в высказывание отечественных и зарубежных ученых на слайде, которое призывает совершенствовать принцип количественной оценки безопасности эксплуатации несущих элементов конструкций, в том числе с применением положения теории надежности. Так, например, по итогам крупной международной конференции в 2014 году следующий кадр из УКХМ БСО «Шо-Георище-Тамразья» резюмирует следующее, что принцип безопасности может быть реализован в максимальной мере только при решении следующих фундаментальных вопросов, отчасти приведенных на слайде, которые напрямую связаны с положением теории надежности и с вероятностным проектированием. Дополнительную актуальность и своевременность данной проблеме придают аварии несущих элементов конструкций, в частности, изгибаемых изобетонных элементов, возникших по причине снижения их несущей способности в процессе их эксплуатации и отсутствии в ряде случаев инженерных подходов для количественной оценки безопасности их эксплуатации. На основе этого была поставлена цель диссертационного исследования от разработки методов расчета надежности изгибаемых изобетонных элементов при ограниченной статистической информации сроконтролируемого параметра. Объектом исследования в данном случае являются изгибаемые железобетонные элементы, это, например, железобетонные балки железобетонных литров в составе зданий и сооружений, а предметом исследования является их надежность. В качестве количественной меры надежности может служить значение вероятности существования резерва между обобщенным значением несущей способности элемента и воздействием и нагрузки на элементы. А в качестве меры несущей способности может поступать максимальное значение нагрузки, не приводящий элемент в запредельное состояние. Как видно из определений, для того, чтобы решать задачу по расчете надежности, нам нужно иметь статистическую информацию о несущей способности данных изгибаемого железобетонного элемента. Для решения этой задачи нами был разработан способ определения определенной нагрузки для оценки несущей способности сгибаемого железобетонного элемента по критерию прочности бетона и арматуры. На данный способ был получен патентное изобретение, что отражает его научную нерезду. Способ заключается в выявлении функциональной зависимости между испытательной нагрузкой и контролируемым параметром. В данном случае в качестве контролируемого параметра наступает прочности относительно деформации бетона или арматуры. С последующей статистической обработкой данных и подставлением в выявленные функции статистической информации о предельном значении относительно деформации бетона и арматуры, в результате чего мы получаем интервал предельной нагрузки, который характеризует несущую способность. Был разработан аналогичный способ для определения предельной нагрузки наживания железобетонного элемента по критерию жесткости или прогиба. В данном случае способ аналогичен, но контролируемым параметром уже выступает прогиб. Также нам предлагается дополнительно ограничивать прогиб не только исходя из эстетико-психологических и технологических требований, как предусмотрено 20-м СП в зависимости от доли длины пролета, а также исходя из условий допущения остаточных деформаций и остаточных прогибов расприбаемых железобетонных элементов используя следующую форму приведенную над сварьем. Для верификации предлагаемых подходов мной были проведены экспериментальные исследования по выявлению несущей способности железобетонной балки по критерию или просписти. Выявлены функциональные зависимости, подставлено предельное значение прогиба исходя из требований и получен интервал значений нагрузки, который характеризует несущую способность. В дальнейшем балка догружалась нагрузкой до возникновения предельного прогиба и было получено значение нагрузки, предельное которое попало в интервал, в котором мы оценили несущую способность. Тем самым это подтверждает возможность использования на практике разработанных новых подходов. Однако для количественной оценки безопасности более стратегическим показателем и более эффективным показателем является надежность, потому что в данном случае мы можем рассмотреть элементы системы. Как известно, по международному стандарту надежно-стреливных конструкций и оснований для расчета надежности рекомендуется применять вероятностатистические методы расчета надежности при наличии полной статистической информации. Что мы подражаем по полной статистической информации? Это такой случай, когда про случайную величину нам известен ее закон распределения, который проверен в помощь критерия согласия. У нас известны достоверные оценки параметров законного распределения. У нас есть информация о зависимости и независимости случайных величинах в рамках математической модели и так далее. На практике же для индивидуального элемента получить такую информацию затруднительно по целому ряду причин. Это, например, труднодоступность и невозможность большого количества испытаний. Это, высокая стоимость отдельных испытаний. Невозможность получения большого количества контрольных образцов, особенно из индивидуальных элементов старой застройки и так далее. В связи с этим нами была поставлена задача исследования разработки метров расчета надежности сгибаемых и безобетонных элементов при ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах и дальнейшем расчете надежности сгибаемого и безобетонного элемента в целом как системы. Для того, чтобы эту неопределенность замоделировать, мы воспользовались положениями теорий нечетких множеств и теорий возможностей. Они были созданы в 60-70-х годах прошлого века математикам от ВИЗАДЕ. В дальнейшем теория возможностей получила распространение в работах французских исследователей Дюба и РАДА. Прикладные строительные направления были разработаны в рамках теории случайных возможностей в 80-х годах китайскими исследователями в рамках вопроса оптимизации строительных конструкций, оптимального проектирования, а применительно к расчетам надежности строительных конструкций впервые положение теории возможностей были использованы доктором технических наук профессором Владимиром Семьевичем Лукиным в 90-х годах прошлого века. В теории возможностей существуют различные функции распределения возможностей. Мы для своих расчетов воспользовались экспоненциальной функцией распределения возможностей, получив наибольшее распространение практических задач расчета надежности как строительных, так и машиностроительных конструкций, гидротехнических сооружений и так далее. Графический и аналитический вид данной функции представлен на слайде. Как видно из параметра B из показателя изменчивости или мер рассеяния. Он зависит от параметра альфа. Альфа это уровень среза или уровень диска, которым приходится задаваться в расчетах надежности возможностями методов. субъективное принятие решения о назначении этого параметра может привести к недостоверным результатам. Как на примере мы посмотрим на слайд, мы увидим условные примеры счета надежности и изменение нижней границы интервала надежности в смысле однозначенного уровня связи или риска. Для решения этой задачи мы разработаем рекомендации по назначению уровня среза и риска и для однотипных элементов строительных конструкций и данные рекомендации будут давали в журнале среза и расчет сооружения. Затем рассчитав надежность по всем критериям работоспособности предусмотренным в 63-м сводоправил мы можем рассчитать надежность всего элемента как система по представлению на сваде формулы. Преимуществом данной формулы является то, что она опять же может использоваться в рамках ограниченной статистической информации и в данном случае мы не зависим от статистической информации о зависимости и независимости элементов в рамках системы. Элементами в данном случае выступают критерии работоспособности и критерии предельных состояний. Нами также предлагается пойти дальше и представленную систему разбить на две подсистемы, то есть отдельно рассматривать систему по критериям работоспособности первой группы предельных состояний и отдельно по критериям второй группы предельных состояний, назначая соответственно предельно допустимое значение вероятности безотказной работы для каждой подсистемы различной, тем самым более объективно оценивая уровень безопасности эксплуатации. Теория надежности стремительно развивается и возникают все новые задачи, особенно в рамках теории надежности строительных конструкций. Так, например, актуально являются задачи расчета надежности при наличии статистической информации о случайных делах в виде подножества интервалов. Для поддержки и развития такого направления была поставлена задача разработать метод расчета надежности при наличии статистической информации о случайных делах в виде подножества интервалов. Для решения этой задачи мы воспользовались положениями теории случайных множеств, которые описываются функциями доверия неправдоподобия с графическим видом, представленным на слайде. Однако в условиях ограниченности статистической информации и малого количества интервалов такой подход также может привести к статистически некорректным результатам. Поэтому нам предлагается развить данное предложение и использовать расширенные функции доверия и правдоподобия на славеробасной модели с аналитическим видом, представленным на слайде. Как вид данной функции коррелируется такими параметрами как n, это число испытаний или количества интервалов, и s, это параметр характеризующий меру засоренности, то есть оценка неточности измерительных приборов, уровень ответственности по безопасности и так далее. Опять же, рассчитав надежность по каждому отдельному критерию работоспособности, что предусмотрено в диссертационной работе, мы можем рассчитать надежность избиваемого через беталл элемента в целом как системы, используя приведенную на слайде форму. Рассмотрим пример расчета надежности на основе теории случайных множеств по критерию длины трещины. Следует отметить, что длина трещины на данный момент не является нормативным критерием оботоспособности, однако с последнее время появляется все больше научных работ, которые призывают использовать поражение такой науки как механика разрушения в расчете релизоплодных конструкций, где одним из ключевых понятий является длина трещины. В поддержку таких направлений нам будет заработать метод расчета надежности на основе теории случайных множеств для резиденционного сгибаемого элемента по критерийной трещины. Пусть у нас длина трещины характеризуется подножством интервалов значения, представленных на слайде, а ее критическое значение в виде дискретного значения 150 миллиметров как видно на слайде лодки. На слайде представлены построенные функции доверия к равноподобиям. Следует отметить отдельно то, что для измерения длины трещины в том числе может быть использован разработанный нами способ, на который также получен пратентное изобретение, заключающее в измерении относительных деформаций подлиния трещины и затем подлиния относительных деформаций определение длины. Мы построили функции доверия и родоподобия. Теперь, используя их расширенную версию на основе опасной модели Телефрена, мы можем проанализировать, как у нас меняется нижняя граница вероятности безотказной работы в зависимости от изменения этого параметра. Для строительной конструкции на данный момент нет рекомендаций по его назначению, существуют только общие рекомендации, где отмечено, что есть у нас полная степень доверия к лидерным приборам, к экспертным оценкам, мы можем назначать правильно справленный налек. Если мы хотим провести расширение как наиболее осторожное решение, мы принимаем его равным двойки. А так, этот вопрос еще подлежит изучению. Резюмируя результаты диссертационной работы, можно отметить следующее, то, что было опубликовано 8 статей журналист в речне в рак, было оброчено два патентного изобретения, один патент на проектную модель, принято 14 почных участий в конференциях различного уровня и издана одна монография по проблематике диссертационного исследования. Что касается областей применения диссертационного исследования, то они могут быть использованы при разработке новых формативных документов, связанных с расчетом надежности. На данный момент их можно использовать с качеством вспомогательной информации о принятии решения об уровне безопасности эксплуатации избавленных диссертационных элементов. Они могут быть использованы при разработке методов в учебный процесс для подготовки специалистов и студентов, что нами было уже сделано в рамках Логовского государственного университета. Результаты диссертационной работы включены в рабочие программы и фонды оценочных и стратегических дисциплин, а также приняты для практического использования в Логовском центром комплексного обследования и проектирования для использования в положении диссертационной работы при обследовании испытаний искупаемых элементов. У меня все. Благодарю вас за внимание и с удовольствием этих вопросов. А что там свои какие-нибудь вопросы? У меня основательно есть вопрос. Илья Александрович, вот Дэнфа, Шефер, они взглядели шкалу геориатности на четыре ровные части и назвали ровные части с этими добрыми изменениями нахуй и нахуй дареи и дареи и катору и да. А вот вы, когда заработали первые возможности метод, вы, как такой метод авторитарата, этот метод охватил все восьмом штабу геориатности и геориатности дареи даница. Или есть тоже какие-то обновлечения и раздребения? Я вас понял. Спасибо за вопрос. Действительно, как я и говорю, классическое применение теории свидетельства второ-шефер имеет такой недостаток, что когда у нас малое количество интервалов, у нас имеются очень большие скачки вот этой функции, подобные функции интервического распределения и результаты могут быть статистически некорректны. Функции распределения возможностей они вот так эксперименциально сглажены. Соответственно, если бы у нас было большое количество интервалов, у нас вот эти условные ступеньки как раз приблизились к кривой линии. И для решения как раз вот этой задачи, когда у нас мы используем классический подход теории случайной множественной теории свидетельства старше эфера, мы и разработали подход с расширенными функциями дареи и правдопотопия, когда мы убили как раз аромат n, от которого будет зависеть надежность, то есть чем нам больше испытаний, тем у нас все лучше надежность, и параметры s, вот это и кассина застреленности. Вот вы принимали попытку совместно с результатами с результатами работы с использованием нерависть чекерства какого-то какого-то сработанных какого-то сработанных будет иметь впечатление насколько интересно подряд от вас спасибо за вопрос мы не смогли сравнить по той причине что не смогли поставить математически корректный эксперимент потому что все-таки работы только Валентина и Рыгина и методы расчетов надежности на основе теории генеральства Чемшева они разработаны для статистической информации дискретного рода когда у нас есть математическое ожидание когда у нас есть среднепататическое отклонение а здесь мы работаем с интервальными значениями то есть когда у нас есть множество интервальных данных и как сделать корректное сравнение чтобы оно было математически корректно мы такую задачу не смогли решить так пожалуйста подружи 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 Сергей Александрович вот я смотрю на седьмой плакат и пилка вот здесь справа на трещина вы уверены что такая вы имеете функцию зависимости на русский а вот 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 это арматура ведь есть арматура есть корректно мы еще воспользовались работами ротайкина из казанского газу который в статьях приводится аналогичное пюро похожий вид пюро подтвердился именно в экспериментальных значениях проблемой конечно является то что у нас не было большого насилы безбетонных баллов чтобы в каком сечении тогда вот вот где-то резисторы расположены то есть справа трещины справа трещины на расстоянии на расстоянии на расстоянии на расстоянии небольшом буквально сантиметр два целый ряд было пюро они все были разные если были права трещины это первый вопрос второй вопрос скажите почему вы избрали одноточечную схему запомнили потому что с точки зрения практики ее легче осуществить испытательную нагрузку а затем можно теоретически уже через равенство пирмоментов перейти в распределенный то есть ГОС есть на эти испытания нет не по ГОСу они по нашей методике разработки а по ГОСу почему не испытали сравнение я знаю что ГОС есть поэтому надо было сравнивать все и третье влияние процесса армирования дальше класс прочности бетона то есть университет состав бетона будет влиять на ваши исследования на исследования в рамках несуществособности вы имеете безусловно будет влиять вы исследовали не только вы взяли вот такую 20 возможно стеркви 2 стеркви 2 стеркви сколько баллов вы испытали здесь мы верифицировали предлагаемый способ на одной балке то есть мы оценивали ее несущую способность в зависимости от нашего разработанного способа спасибо нет мы исследовали несущую способность по критерию жесткости мы ее довели до предельного прогиба по нормам и затем разгрузили произошло трещинообразование но так как усилия были небольшие то есть прогиб достаточно быстро достиг предельного значения проследить за всей динамикой развить отлично нам не удалось то есть мы как бы задачи не ставили исследованию развить отлично мы ставили задачи исследованию несущей способности по тому подходу который мы предлагаем скажите пожалуйста вы проводили синтетическую обработку результат какие критерии согласия мы использовали и в дополнение если не хватает информации как они работают критерии согласия мы по критерию согласия или по критерию х2 об основном это нормальный закон распределения а если они не работают то тут уже не следует использовать вероятность распределения тут уже следует переходить как раз допустим к распределениям на основе неравенства чебышева как говорил уже Анигсом Матвич или моделировать неопределенность путем использования положения теории возможности потому что если по критерию согласия не прошло то это может привести с неверным результатом статистически если мы будем слиху и допустим принимать нормальный закон распределения то есть это неверно с точки зрения вот нас это было еще один вопрос вот ваши задачи они относятся к задачам некорректно поставленных которые разрабатывала Академия Тихова как-то вы не связаны эту теорию некорректно поставленных задач с вашим исследованием нет к сожалению нет к сожалению нет я в прямом сведении ознакомлюсь с этим вопросом но к сожалению у всех нет с этим вопросом нет нет но к сожалению с этим вопросом подбиваемый железнодонный элемент, например, железнодонный банк, банка или баночная педа, разгружается экспериментальной нагрузкой, ориентированной в другую сторону от эксплуатационных воздействий. Что тут имеется в виду? По этому рисунку я говорю, что просто одноточное нагружение и всё. Тут у вас какая-то непонятная фраза, я не понимаю. Во-первых, есть ли эксплуатационная нагрузка или нет? Хорошо, сейчас объясню. Мы разрабатывали способ оценки несущей способности для какой-то эксплуатированной конструкции. Классические подходы, связанные с этим методом, призывают конструкцию, догружают в дальнейшем и строят другую зависимость. Нам представляется это небезопасно, потому что мы вносим дополнительное повреждение, конструкция может обрушиться, и предлагается конструкцию пролетную её, соответственно, разгрузить, поставить татчики и студенчество нагружать, измеряя, соответственно, зависимость между нагрузкой и конкретно-контрализированным банком. При наличии эксплуатационной нагрузки, ну, зависит от веса конструкции, от собственного веса. Ну и вы уже нагружаете? Да, разгружаем и отпускаем, то есть тем самым моделируем вот эту нагрузку. Сначала вы разгружаете, а опускаете тоже отбор? Студенчатно. Тогда вопрос, а как звучит ваш партнер? Способ отмечающихся герушек? Способ отмечающего контроля несущей способности — это проект на железобетонный балок. И в этой ситуации вы заставляете разгружать. Почему не снять нагрузку, потому что она же обратно не вернётся? Внутри балка. Я понимаю, если балка, допустим, на сборке покрытия можно это делать, когда нет снеговой нагрузки, в том числе, да? Способ отмечающихся герушек. Но... Нет, нет. А. Мы в вашем телевидении готовим эту проблему. В мой взгляд, непорректно. При этом, словно по-русски, делать разгрузку принудительно. Нужно оставить в покое эту балку. Снять, посмотреть, что с ней происходит. Потом повторно. А как же? Этот дефект, этот крыльщик нам будет развиваться. Вы за всякую работу работаете. Или нет. Вы имеете в виду демонтировать эти балки или... Почему демонтировать? А у них... А фиксовая нагрузка. Фиксовая нагрузка. Фиксовая нагрузка. Ну да. А если вы думаете... Не вопрос. Просто постановка эксперимента. Фиксовая нагрузка. Вы, когда загружаете, то Вы считаете, что... Фиксовая нагрузка. Фиксовая нагрузка. Фиксовая нагрузка. Хорошо. Фиксовая нагрузка. Сухая нагрузка. .. То есть она сейчас есть, мы вот так разгружаем ее, разгружаем ступенчик, посмотрим, как они нарастают, потом на густую убираем и уже по этой кривой прогнозируем, что дальше она должна пойти так. А вот эту неопределенность мы как раз пытаемся смоделировать путем статистической обработки. Мы видим, что у нас не одна функция, а две, потому что у нас еще на основе изменчивости данных построены две функции. И тем самым мы как раз получаем интервал, и отдельные неущественные факторы как раз могут в этот интервал попасть. То есть факторы, связанные с какими-то моментами ползучести, например, и другими дефектами, даже жесткостью измениваем, например, новую действительность. Как еще у вас следует, так сказать, спороется? Вот этот эксплуатационный способ, он верифицирован в конце концепции? По критериям существенной способности, да, вот там, да. А там нет распределённой нагрузки эксплуатационного. А способ эксплуатационной и распределённой нагрузки в вашем открытии нет? А-а-а, да, нету, действительно. Ну, да, то, что предполагается, что у вас есть абсурдённая нагрузка, есть трещины, да, и дваостаточные присущие способности, отсоединяйтесь к тому еще способом разгрузки. Когда трещина появится, это же нагрузки другого знака, трещины появятся в другоположном уровне. Ну, для того, чтобы трещины не появились, мы контролируем, да, т.е. мы их баллы не выгибаем. Ну и, соответственно, вот эту нагрузку, которую идёт вверх, контролируем. Сделать эксперимент в условиях реальных конструкций с реальными эксплуатационными воздействиями, он довольно затруднителен, особенно в связи с тем, что всё-таки основной целью наша диссертационная работа, мы есть... На вашей палочке маленькие... На вашей маленькой палочке экспериментально реподируется? Ну, всё... Надо эту эксплуатацию, можно сделать? Ну, у нас основная цель была именно разработка методов расчёта надёжности, поэтому, может быть, мы недостаточно проработали такие производные вопросы, вот... И вот даже экспериментально, потому что, с точки зрения теории надёжности и возможностей на методы довольно сложно, значит, невозможно даже проверить экспериментально. Поэтому, может быть, да, действительно, вот именно вопросов постановки эксперимента, вопросов способов несущей способности где-то что-то не догадели, да, потому что всё-таки у нас тут останется, и было бы, чтобы вот эти методы расчёта надёжности. Как, в принципе, показать достаренность результата? В названии диссертации будут слушать. Ну, на достаренность повисает. Вот, всё-таки, у меня на семнадцатом блокаде, или вот формула шестнадцатого реферата, там, где постулируется вот эта условная последовательная связь между механической системой. Вы чем это там построили? Я, как бы, это очень знаю, что отказы уже в тонких забывающих периодах происходят не как в последовательной связанной системе, там более сложные цели и последовательные управляющие. И вот так вот вращать. Для этого надо какие-то обоснования иметь. Если этих обоснований нет, тогда всё остальное превращается в, ну, не говоря, всю цифру. Примените идею возможностей, изучать множество проекта и так далее. Ну, БК вот именно в рамках расчёта надёжности при ограниченной статистической информации вопрос только исследоваться. И вот первое, что мы пока можем предложить, это такой подход при отсутствии других. В дальнейшем, безусловно, будет думать над тем, как реализовать именно смешанную систему, следовательно параллельно в рамках именно что ограниченной статистической информации. То есть этот вопрос так же, что лежит для меньшим изучением, пока у нас будет. Это смелая гипотеза. Имеющая подтверждение, термолиза должна быть верификацией ваших теоретических пространений. Ну, да, действительно. Но чтобы здесь верифицировать... Чтобы верифицировать именно с точки зрения теории нетройности, то есть нам нужен очень большой массив статистических данных, которые мы, к сожалению, не обладали в рамках написания диституционного исследования. А изменчивое свойство материала прогнозируется в рамках? Потому что раз во время коровок, какую-то синеверацию, которая появилась на трещине, она там будет развиваться, появляются еще цели. То есть, как мы здесь распространяем самую большую гипотезию при полученном, я вам скажу, большинственном пространстве? Они меняются. Я понял, спасибо большое за вопрос. Мы предлагаем на диссертационной работе следующее. Проводить периодические оценки надежности и затем анализировать ее снижение во времени, если она, соответственно, будет снижаться. То есть мы, допустим, каждый какой-то условный период, это может быть каждый месяц или каждый год, оцениваем надежность железобетонной плиты, переплетия, потом приходим в следующий месяц, повторяем оценку и анализируем, как меняется она, то есть она снижается. Затем, если мы проберем соответствующую функцию аппроксимации именно снижения ее со временем, мы можем уже говорить о вопросах, например, остаточного временного ресурса, зная предельное значение надежности, сколько примерно осталось, данные прийти и бабки эксплуатироваться, до скопления. То есть нужно мониторинг? Нужен, теоретически, да, мониторинг дает. Если нужно мониторинг, так можно быстро линиться конструкция, каким-то своим геометрическим самым, частостным характеристикам, по любому параметру это можно сделать, по, скажем, тремя-четырьмя измерениями, не месяцами, а годами, полгода. Можно предвидеть, как будут развиваться, какие-то еще. Совсем будет. Ну и вот, в данном случае, в данном случае, контролировать надежность, в данном случае, как вот такой подход. Причем надежность именно системы. Согласен, Григорий Иванович? Понятно. А то еще вопросы календарю. Вопросов нет. Спасибо. Так, уважаемые члены институционного совета, научный руководитель, доктор наук, профессор Уклиен Владимир Сергеевич не смог приехать по состоянию здоровья, поэтому линия пищи засчитает Вологодского государственного университета. Соловьев Сергей Александрович в 2015 году окончил Вологодский государственный университет по специальности промышленного и гражданского строительства. С 2015 года по настоящее время обучается в очной аспиратуре Вологодского государственного университета. Соловьев начал работу над диссертационным исследованием в 2014 году, будучи студентом 5-го курса. В процессе работы по теме диссертации Соловьев проявил себя как квалифицированный специалист, изучил и проанализировал большое количество публикаций, в том числе зарубежных, разработал методы расчетов надежности изгибаемых железобетонных элементов при ограниченной технической информации о контролируемых параметрах, и провел экспериментальные исследования по теме диссертационной работы. Соловьев принял очное участие в более чем десяти конференциях всероссийского и международного уровней, являлся стипендиатом губернатора Вологодской области, президентом правительства Российской Федерации. Результаты выполненных исследований опубликованы в 14 научных работах, в том числе в 8 статьях с перечней ВАГ и двух патентов на изобретение. Соловьев свободно владеет английским языком. Научно-исследовательская работа с Соловьевым успешно совмещалась с педагогической деятельностью. За время работы в университете он прошел курс от ассистента до старшего преподавателя кафедры КТС до ОУ и заслужил авторитет у студентов и преподавателей кафедры. На всех этапах выполнения диссертационной работы он проявил хорошую подготовку по средней механике и смежным дисциплинам, трудообеспособность, творческий подход к решению поставленных задач. Результаты проведенной работы позволяют характеризовать Соловьева как сформировавшегося научного и педагогического работника. Учитывая вышесказанное, считаю, что Соловьев Владимир Сергеевич заслуживает присвоение ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-2217 строительная механика. Профессор, кафедра промышленного и гражданского строительства Вологодского государственного университета, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Уткин Владимир Сергеевич. Спасибо. Так. Будет в каком-то заключение организации, пожалуйста, степениционная работа о том, что ведущая организация и вы не должны быть включенной операции. У меня работа решает. Значит, в каком-то заключение ведущая организация. Сначала организация ведущая организация в заключение, где была выполнена работа. Значит, диссертация метода расчетов надежности изгибаемых из бутонных элементов при ограниченной статистической информации выполнена в ВГБУ Вологодский государственный университет на кафедре промышленного и гражданского строительства. В период подготовки диссертации 2015 года в настоящее время соискатель Соловьев Сергей Александрович обучается в очной аспирантуре Вологодского государственного университета на кафедре промышленного и гражданского строительства. В настоящее время работает в Вологодском государственном университете с 2015 года на кафедре промышленного и гражданского строительства в должности старшего преподавателя. В 2015 году окончил федеральное государственное бюджетное учреждения высшего профессионального образования Вологодского государственного университета специальности промышленное и гражданское строительство. Справка о выдаче кандидатских экзаменов выдана в 2018 году Вологодским государственным университетом научный руководитель, доктор технических наук профессор Рудкин Владимир Сергеевич. По итогам обсуждения я принято на следующее заключение. Представленная работа является законченным научно-исследовательским трубом. Оценка выполнения, выполненной соискателем работы в соответствии с пунктом 9 положения порядка присуждения ученого степени и диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является научно-квалификационной работой, которая содержится в решении задачи количественной оценки механической безопасности, несущей способности и надежности эксплуатации их гибаемых на депутатных элементах. Тема диссертационного исследования актуальна. За последние годы произошло большое количество обрушений несущих элементов конструкции по причине снижения их несущей способности и отсутствия в ряде случаев методов контроля и оценки безопасности эксплуатации. Развитие методов качественной оценки показателей механической безопасности несущих элементов конструкции способствует предупреждению аварий сооружений. В дисработе содержится новое решение задач по определению несущей способности расчета надежности изгибаемых железобетонных элементов на примере железобетонных балок, имеющих перспективное значение для развития теории и практики оценки надежности строительных конструкций. Личное участие соискателя заключается в анализе литературных источников по проблемам расчета надежности изгибаемых железобетонных элементов и других элементов в составе здания и сооружений. Разработки методов расчета надежности железобетонных балок на основе теории нечетких множеств и теорий случайных множеств. Проведение экспериментальных исследований по определению несущей способности железобетонной балки подготовки заявок на запретение. Степень достоверности результата проведенных исследований обоснована применением современных положений теории надежности строительной механики и теории железобетона. Подтверждена экспериментальными исследованиями на модели, обеспечено строгим математическим подходом. Разработанные в диссертации модули обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью. Возможность ее использования в образовательном процессе по направлению подготовки 08.03.01 строительства, уровень футболариата и 08.04.01, уровень магистратуры. Сформулированные соискателем выводы и практические рекомендации могут быть использованы в теколичном уровне безопасности эксплуатации несущих элементов зданий и сооружений и включены в стандарты проектирования эксплуатации зданий и сооружений. Научная новизна заключается в несколько пунктов. Здесь я зачитаю четыре. Разработаны способы определения несущей способности эксплуатированных изгибаемых железобетонных элементов по отдельным критериям предельных состояний. 1. Разработан метод расчета надежности изгибаемых через бетонных элементов на стадии эксплуатации как последовательной механической системы на основе теории возможностей. 3. Разработан метод расчета надежности изгибаемых через бетонных элементов по теории случайных множеств при наличии статистических данных о случайной величине в виде совокупности интервалов и на основе расширенных функций доверия и подобия, полученных на основе робостной модели. бетонных элементов. Методы расчета надежности изгибаемых железобетонных элементов могут быть рекомендованы для включения в нормативную документацию для практического использования при неколичественной оценке уровня безопасности эксплуатации и категории технического состояния в целях предупреждения отказов и разрушений. Ценность научных работ СССР состоит в том, что она направлена на обеспечение механической безопасности, несущей железобетонных изгибаемых элементов строительных конструкций, на стадии их проектирования и эксплуатации в соответствии с требованием закона Российской Федерации 384 КТФЦ и для государственного стандарта ГОСТ 27751-2014. Специальность, которая соответствует диссертациям. Согласно сформулированной цели научной работы и ее научной новизне, установленной практической значимости, диссертация Соловьева Сергея Александровича является научным трудом, который соответствует паспорту специальности 052317 строительная механика, пункт 6, теория и методы расчета сооружения на надежность. Полнота изложения материала и диссертации в работах, опубликованных соискателем. Основные научные результаты диссертациям в любом 14 научных работах, в том числе 8 рецензируемых изданий, бесперечно размещенного на официальном сайте ВАП и 2 патентов по теме диссертации. Наиболее значительные научные работы по теме диссертации следующие. Перечисляют те работы, которые мы с вами видим в автореферате, патенты, также другие работы. Отмечается акробация работы на сканике конференции, выступал соискатель. Внедрение научных результатов диссертации. Результаты исследований в практической области подтверждаются справкой о внедрении БКО «Волоконский центр комплексного проектирования и обследования». Диссертация рекомендуется к защите на соискание ученых-технических наук по специальности 05-217 «Стрельная механика». Заключение принято на заседании кафедры промышленного и гражданского строительства. Подписано доктором технических наук, профессором кафедры БДС Уткиным, кандидатом технических наук, доцентом кафедры Ярыгиной, доктором технических наук, доцентом, исполняющим обязанности директора Бочкиным. И утверждено заключение проректором по научной работе Волоконского государственного университета Безниным Михаилом Алексеевичем. Так, есть ли вопросы? Уткин, это руководитель, ему же подписывают. Так, Уткин, ВС, руководитель, сейчас посмотрим. Да, да, Владимир Сергеевич. А можно? Ну, кроме него еще два человека. И еще утверждал третий человек. Поэтому здесь криминалное полагание... Ну, конечно, можно не подписывать. Но кроме него два человека еще есть. Есть и один человек утверждает. Так что, наверное, все-таки можно. Там просто петторов, наверное, где-то. Нет-нет, есть доктор тоже. Доктор технических наук, доцент Кочкин. Подписывал. А, вы думаете, поддакание хотели бы пустить? Не надо бы так. Ну, уже сделано дело. Отзыв ведущей организации... Так, еще вопросы есть? Отзыв ведущей организации. Значит, также отмечена актуальность работы. Показано конкретно личное участие автора. Сказано о научной новизне. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы отмечено. Замечание. Значит, из три замечания отметил обзыв. В автореферате и диссертации имеются отдельные драматические и стилистические неточности. Так, например, на странице 4 автореферата и странице 5 диссертаций задача исследования указана по критериям работоспособности. Сход правил на странице 11 автореферата указано с использованием возможного подхода. В некоторых местах пропущены запятые и так далее. Второе. На странице 9 автореферата отмечено. При ограничении длины трещины значение D равно 1,0,0. Однако, в той же измене из каких положений длина трещины должна ограничиваться именно этим значением. На странице 151 диссертационной работы рассмотрен метод расчета надежности наступаемого железобетонного элемента железобетонной палки по критерию прочности бетона и арматуры на основе положений теории случайных множеств, которым предлагается определять высоту сжатой зоны бетона Х по экспериментально-серетическому способу. Однако, в дальнейшем контролируемый параметр Х рассматривается как детерминированная величина, хотя его значение определяется путем проведения испытаний. Следовало бы предусмотреть и вариант с изменчивостью данного параметра при расчете надежности издеваемой железобетонной палки. Замечания носят рекомендательный характер, не влияют на общую положительную оценку диссертационной работы, и могут быть учтены автором дальнейших разработок и публикающих исследований. В заключение, совокупность полученных новых научных результатов и выводов разработанных теоретических и прикладных методов и алгоритмов про счетов надежности издеваемого железобетона вносят вклад в различные технологические основы теории надежности и могут быть использованы для разработки метода про счетов надежности и других несущих элементов конструкции. Результаты и вывода диссертационной работы рекомендуются для прикладного использования при оценке безопасности эксплуатации издеваемых железобетонных элементов для определения наименее надежности по выделению этих конструкций, а также для оценки остаточного временного ресурса элементов и необходимости их восстановления и усиления. Работа является законченной и выполнена автором самостоятельно на достаточно научном уровне и содержит научную практическую значимость. Работа написана грамотным научно-техническим языком с использованием прикладной терминологии, стиль изложения доказательной. Диссертационная работа наполнена необходимым количеством числа примеров, на которых отражены алгоритмы расчета надежности по разработанным авторам методам. По каждой главе и работе в целом имеются выводы и заключения. Авторитет соответствует основные этапы работы и соответствует основному содержанию диссертации. Вопрос, решенный в диссертарном работе, имеет существенное значение для решения актуальных прикладных задач в области теории надежности элементов сооружения и конструкции. Диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему и соответствует пункту 9 положение о присуждении ученых и людей, утвержденную в восстановлении правительства Российской Федерации от 24-го, 09-го, 13-го, номер 64-го, 12-го. Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым кандидатской диссертацией. Моё автор, Соловьев Сергей Александрович, заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-12-17 строительная механика. Отзыв на диссертацию. Актуальтератная диссертация рассмотрена на совместном заседании кафедры весного машиностроения сервиса и ремонта и кафедры механика 16 мая 2019 года. Подписан заведующим кафедрой механика доктором технических наук профессором Сергеевичем Владимиром Васильевичем. И составил отзыв заведующий кафедрой весного машиностроения сервиса и ремонта кафедрой весного государственного технического университета имени Кирова Борис Григорьевич Мактынов. И тут теперь ждет отзыв проректором по научной работе кандидатом технических наук доктором ДИТКО. Все. Последний. Так. Вот здесь поступил еще на 3-й раз. Поступило 8. Получится отзыв. Могу читать просто заключение, да? По-прежнему. Да. Первый отзыв. В НИО Московский Государственный строительный университет кафедры технологии организации строительного производства кандидат технических наук акцент Калави Наталья Леонидовна. У нее не замечание, а просто пожелание. Считается ли сообразным рассмотреть возможность разработки комбинированного метода расчета надежности, когда одни случайные причины описываются функциями распределения возможностей, об любви функциями доверия и правдоподобие из теории случайных множеств. Второй. В КГОУБО Самарский государственный технический университет Академии строительства и архитектуры за кафедрой автомобильной дороги и георгетическое сопровождение строительства, кандидат технических новых доцент, профессор Райер Верги Долгова Татьяна Владимировна. Одно замечание. В авторитарной диссертации не представлены практические рекомендации по назначению параметра С, характеризующего меру засорения данных при расчетах надежности на основе положения теории случайных множеств. Третье. АО «Внеид» имени Веденеева, отдел статистика и естественностойкость бетонных и железобетонных сооружений, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Югилевич Александр Михайлович. Пять замечаний. На странице 7 актерифератов присутствует, по-видимому, не совсем корректная эфратор. В диссертационной работе разработаны за патентовым способом предъявления остаточной несущей способности избиваемых железобетонных элементов, так как вопросы патентной защиты не являются предметом рассмотрения в диссертационной работе. Второе. Как известно, использование вероятностных методов для оценки безотказной работы конструкции обуславливается наличием достаточно полной статистической информации о базовых случайных причинах, входящих в математические модели предельных состояний с целью установления законов распределения и параметров этих распределений. В условиях неполноты исходной информации, особенно ярко управляющейся, например, в преследовании надежности уникальных сооружений, эксплуатирующихся в различных природных условиях и не имеющих близких аналогов, таких, например, гидротехнических сооружений, применение вероятностных методов может стать недостаточно обоснованным или вовсе невозможным, в связи с чем в последнее время активно развиваются методы, позволяющие на основе применения в теории интервальных средних теорий, Девстера и Шефера, в теории нечетких множеств, в теории возможностей и так далее получить интервальную, зачастую более крупную, но математически правомерную оценку надежности. Однако следует отметить, что в представленной диссертационной работе рассматривается применение интервальных методов по цене надежности строительных инструкций в железобетонных валах, являющихся массовым изделием, для которых обычно возможно получать необходимую статистическую информацию для вероятностной точечной оценки надежности. В автореферате же нет четкого обоснования необходимости применения интервальных методов по цене надежности в условиях, когда не все возможности вероятностных методов уже использованы, таких, например, как метод Бейсер. Третье замечание. Желательно пояснить, в чем заключается новизна способа измерения длины нормальной трещины, доступаемой железобетонной валки. Четвертое. На странице 12 автореферата присутствует параллель А, Т, однако нечеткая переменная Т отсутствует в выражениях 13 и 15. Пятое замечание. Можно также отметить ряд опечаток и стилистических ошибок. На странице 4 автореферата предложение цели исследования не согласовано, и для него пропущены слова при различных ограниченных. На странице 15 присутствует правда сокращенно и символично, 19 раз. Можно записать в виде, по-видимому, здесь имелось в виду все-таки не символично, а символично, или в символе в коме. Следующий в том же абзаце предложений по-видимому не согласовано. В следующем предложении следовательно пропущено слово теория. В следующем абзаце после слов в расчет вероятности безотказной работы изгибаемого 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 четвертого элемента. Четвертый в отзыв ПГБУ ВОО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра теории сооружения и технической механики, зав. кафедра кандидат технических наук в армии Савельс Борисович и кандидат технических наук оценка Хотелось бы видеть подтверждение результатов исследования в виде численного эксперимента с применением современных конечно-элементных программ на вычислительных комплексах. Пятое. ФГБУ ВОО Томский государственный архитектурно-строительный университет кафедра строительной механики, доктор технических наук профессор Муисеенко Ростислав Павлович Одно замечание. В формуле 9 авторитерата не указано какое изминучение предельного кафедра напряжения стали армазуры следует принимать предлагаемые математические модели предельного состояния. Шестое. ФГБУ ВОО Донской государственный технический университет кафедра техническая механика кандидат технических наук госен Кравченко Галина Михайловна. В автореферате отсутствует информация о предельном значении интервала надежности при котором дальнейшая эксплуатация сливаемого везобетонного элемента становится недопустимой. Седьмое. ФГБУ ВОО Слава Петербургский политехнический университет Петра Винкова кафедра строительства уникальных зданий сооружений доктор технических наук профессор Батин Николай Иванович одно замечание в формуле 10 модулей круглости стали ароматуры ИЭС принят детерминированной величиной однако он определяется на стадии эксплуатации и следствие этого обладает определенной изменчивостью возможно следует также учитывать его изменчивость при расчетах надежности 8 ФГБУ ВОО Новгородский Государственный технический университет кафедра конструкции зданий и сооружений доктор технических наук профессор Леденев Виктор Васильевич 4 замечания 1 рассматривается железобетонная с линейным армированием и железобетонной конструкции механизм трещина образования у них разная вопрос какие рассматриваются 2 рассматривается элемент как последовательная механическая система из независимых элементов 34 размеры элементов ограничены трещинами без пластических шарниров или это представление шето 1994 третье замечание в работе приняты строгие математические подходы при постановке решения задачи при нестрогих исходных данных не возникает небольшая неопределенность полученных результатов для несущих строительных конструкций четвертое в качестве предельного состояния приняты параметры нормальных трещин их определить довольно сложно особенно длину кроме того со временем растут размеры трещин и плотности расположения то есть в расчет вводится весьма приближенные причины есть предложения по их конкретизации и снижению степени риска все начнем с социологической организации первое заменчание касаемо демонтических и стилистических ошибок согласен действительно присутствуют во фриферате и сенсационной работе второе заменчание касаемо откуда взялась предельная обмен отлично на целых десятых каждое полевое сейчас вопрос о назначении предельной длинно-трещин он довольно трудный и находится в такой как бы стадии изучения чтобы считать общепринятым его но самым распространенным таким подходом именно снижением перезобетонщиков является значение на целых тридесятых каждое исходя из исследований Пересыпкина и Зайцева в том числе в рамках механики разрушения поэтому мы как ни более осторожное решение сейчас существующее его и взяли третье замечание касаемо параметра x в математической модели предельных состояний почему спрашивалось он детерминированный мы так брали в предположении то есть то что он обладает небольшой изменчивостью естественно возможно такие ситуации такой кейс когда будет большая вариативность данного параметра и действительно возможно следовало быть такой вариант тоже имел но мы предусмотрели такой один и по отзывам на автореферат МВСУ Наталья Леонидовна по поводу отсутствия рекомендации параметра S как я уже тексты доклада говорил на данный момент такие рекомендации отсутствуют а рекомендации в общем которые разработаны привел по поводу автореферат и к сожалению не привел но прикладные рекомендации отсутствуют третье никами Евгений Александр Михайлович первая некорректная фраза то что в диссертационной работе разработан и запатентован способ определения ну отчасти тут действительно можно согласиться хотела сказать что просто на данный способ получить патентное изобретение может быть некорректно просто звучало что именно он в рамках диссертационной работы запатентован с этим согласен следующим замечанием касательно использования методов при ограничении статистической информации для типовых и массовых изделий здесь конечно согласиться трудно потому что даже массовые изделия каждая индивидуальная палка она обладает индивидуальными свойствами в ней есть индивидуальные повреждения индивидуальные режимы эксплуатации и статистическая информация в параметрах одной палки ее мы переносить на другую ну наверное будет это не очень корректно то есть нам для каждой палки как индивидуального объекта надо рассматривать весь этот статистический набор информаций с учетом всех имеющихся в ней дефектов режим эксплуатации и так далее следующее замечание все так же Евгений Александрович желательно пояснить в чем заключается навесна способа измерения нормальной трещины в общем патентное запретение навесна она заключается в непрямом измерении трещины а после через измерение действительной деформации и в учете при определении трещины так называемой зоны разрушения то есть нефактически видимой вершины трещины а тре трещины где находятся максимальные деформации то или концентрация напряжения по терминам механики разрушения четвертое замечание на 12-12 периферата в дальнейшем отсутствует это к сожалению опечаток не тот символ поставлен согласен с этим замечанием пятое замечание так все так же и ведущий Александр Михайлович касаемо опечаток и стилистических ошибок согласен действительно в работе в реферате они присутствуют следующее нижегородский ГАСУ Алан Сибарис Борисович подтвердение результатов пятичисленного эксперимента с применением конечно элементных комплексов здесь же переносить это на область надежности задача крайне сложная она теоретически конечно решаема было бы интересно посмотреть именно как мы в рамках количественных комплексов можем моделировать именно статистическую изменчивость однако опять же такой задачи перед нами не было и решить ее в рамках именно наши диссертационные уходы это отдельно масштабные исследования следующее замечание Томский ГАСУ Павлович формулы 9 не указано предельного напряжения остались принимать мы как обобщенный предлагаем исходя из того какая задача в дальнейшем будет решаться может быть принят предел упругости далее Донской государственный университет Галина Михайловна в периферате отсутствовала информация о предельном значении интервала надежности здесь также в рамках Российской Федерации этот вопрос сейчас находится в стадии обсуждений в свое время был проект свода правил который так и реализовался по надежности связанной с значением реакции первых разговоров был запустим но на данный момент все в рамках изучения находится поэтому мы информацию об этом не представили повторить на радио Затем Санкт-Петербургский политехнический университет Фатин Николай Иванович в формуле 10 модуль пругости принят детерминированной величиной мы приняли детерминированной величиной потому что как, например, отмечают August или тот же самый Шпрета то, что модуль круглости стали обладать низким коэффициентом вариаций и, соответственно, может быть использована на счет надежности как бы реминированная величина однако действительно разработки еще одного способа который получил изменчивость на случай например фототулова вида арматуга или арматуга старой застройки он мог быть полезным следующее Тамбовский государственный технический университет Виктор Васильевич Первый вопрос какие с инструкцией рассматриваются бетонные железобетонные ответ Второй рассматривается элемент как на на соответственно на 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 нужна на 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 способности как элемент системы. Следующее заменчание. В работе приняты строгие математические подходы при постановке решения задач, при нестрогих исходных данных, и возникает небольшая неопределенность. Здесь однозначно на этот вопрос конечно идти нельзя, потому что неопределенность такой параметры, который может от многих факторов зависеть, и нужно уже в рамках непосредственно конкретных задач рассматривать. У нас в зависимости от сменчивости данных, от уровня риска и так далее могут получиться и большая, и небольшая определенность. Поэтому однозначно здесь ответить нельзя. Все зависит от той конкретной задачи, которую мы решаем в таком подходе. И последнее, тоже объединенный интернет Васильевича. В качестве предельного состояния приняты параметры нормальной трещины, которые ей довольно сложно особенно длину. Кроме того, в времени растут размеры трещины, плотность и расположение, то есть в расчетах используются весьма пробеженные величины. Здесь, как я уже на вопросе говорил, мы, соответственно, рассматриваем состояние текущее, то есть надежность в текущий момент времени. И точно так же в честь дальнейшего поведения системы мы можем вот именно этой периодизации, то есть смотрим, что возникает с балкой, как она работает дальше, смотрим дальше и там уже начинаем организировать остаточный ресурс, то есть сколько ей там стрелять с работой до того, как она достигнет предельного значения надежности. Вот. Правда по замечаниям. У меня все. Спасибо большое. Геннадий Алексеевич Валярдов, много технических новых процессов, всех официальных комменов. Уважаемые коллеги Ивановичи, уважаемые начальники дистанционного совета, признательного главы, заново, прошедшие абоненты работы в вашем совете. Представленная наоборот дистанционная работа Саводьева состоит из введения, пятиглад, извлечения и вложения изложений на столицу с поставной страницы, совершенно без контекста, включая 53 рисунка, 3 таблицы и список использованной литературы из 142-х наименований, актуальные исследования. Проблема оценки уровня конструктивной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений определяется длительным периодом их эксплуатации, приводящим к возможным изменениям нагрузок, снижения их силового сопротивления, следствия коррозионного повреждения бетонной арматуры и их личностных и формативных параметров, возможность трансформации расчетных схем, повреждения связей, стихов и другое. Разработка, обрабывация и включение нормативных документов комплексных инженерных периодов расчета по надежности изгибаемых железобетонных элементов является актуальной научной задачей. Разработка и внедрение таких методов будет способствовать повышению конструктивной безопасности проектированных разводимых зданий и сооружений с обеспечением их надежной и безопасной эксплуатацией. Сложность исследования надежности строительной конструкции связана с проявлением многочисленных факторов, определяющих надежность. В целом, такие расчеты должны контролировать не только эксплуатационное состояние, но и деструктивные процессы, приводящие конструкции выхода из строя. Располагая различные статистические информации и математические модели предельных состояний, можно обоснованно утверждать по надежности, вероятности безопасной работы в течении заданного строгослужбы и остаточного ресурса конструкции. В связи с этим представляется, что развитие теоретических положений и расчета надежности строительной конструкции издеваемых железобетонных элементов зданий и сооружений является, несомненно, актуальным. Структуры и объем работы. Первая главная децентация содержит обзор научных публикаций по стабилированной теме. Автор управления анализ современного состояния исследования, развития теории надежности, вероятность методов расчета строительной конструкции, обобщены результаты исследований, просматриваемые проблемы, существующие тенденции развивания методов для общения соскорефетона... Вторая глава посвящена построению расчетных зависимостей об определенных несущей способности изгибаемых железобетонных элементов о предельном состоянии, следует возможны оценки безопасной эксплуатации и вероятности за безопасной работой расчета надежности. В третьей главе изложена методика у разчета вероятности безопасной работы изгибаемых железобетонных powerless в предельном состоянии. Предложим алгаритм методик рассчета надежности изгибаемых железобетонных элементов с расчетной вероятностью их безотказной работы на основе вероятность мерозных пересчерпчивающей статистической информацией о параметрах элементам с проведением необходимого количества испытаний для определения случайных параметров. Четвертая главная пред permite адаптировать мерозных расчетных CNC жизобетонных исгибаемых элементов с учетом основных положений теории случайных множеств в числении исследований вероятности их и безотказной работы. Пятый, говорит, привыкли результаты экспериментальных исследований железобетонной оплаты, целью определения возможной допустимой нагрузки по жесткости и глубине нормальных трещин. Степень обоснованности научных положений привык рекомендаций. Профессиональные работы представлены на разработке базовых положений расчета несущей способности железобетонных избиваемых элементов применительно их расчетов по предельным состояниям. Предельные относительные информации жатого бетона и платная рабочая арматура принимаются согласно нормативных рекомендаций. На движение в жатом бетоне определяется как произведение относительных информации рабочей продуктов и арматуры на ее модуль круглerveстей. При разработке расчетного аппарата соискваторимо отмечается, что при определении несущей способности частично, в отличие от нормативного герону, учитывается работа бетона расставанной зоны. Однако кимwolfин производится этот счет, естественная работа позволит 50г затруднительно. В подходе к определению термалопредельной нагрузки при расчете изгибаемых железобетонных элементов, а противо, в соисканте рассматривает варианты вытечения противо по принципу опущения остаточных относительных информаций в рабочей подвольной арматуре. Одна область таких ограничений можно рассматривать, распространяя только на ограниченный круг строительной конструкции, включая подкрановые балки. При этом подробный методик расчета приведет к определенным элементам растянутой зоны, которая не предусмотрена, в образовании нормальных трещин. Определение термалопредельной нагрузки при расчете ширины раскрытия глубины трещин производит из условий ее ограничения определенные допустимые увеличения. К достоинству работы можно отнести рекомендации средствами по установлению значения уровня средств при расчете вероятности безотказной работы для ряда тиновых элементов при использовании возможного подхода к расчету надежности с предварительным расчетом вероятности безотказной работы для элементов на основе вероятностных методов при исчерпывающей статистической информацией. Заслуживают внимание приведенные расчеты независимости для расчета надежности и числовых примеров расчетов надежности с изгибаемых элементов по отдельным критериям предельных состояний. Для оценки влияния факторов на техническое состояние конструкции целесообразно применяют многофактный регрессивный анализ, позволяющий оценить значимость каждого фактора. Заискатель при разработке методов расчета надежности витомных баллов использует основные положения теории случайных множеств. При этом при ограниченном количестве статистических данных, подмежносте и значении измеряемых причин используют расширенные функции доверия и коротоподобия на основе использования в обществе этой модели. Новизна Gen. Обычное положение выводов рекомендации. Научонавшен ópenon очевидно вот, слишком alguns истиельно. Метод расчета надежности с изгибаемых железабетонных элементов на основной кеоре возможностей. Метод расчета надежности с изгибаемых железабетонных элементов, путевой случайных множеств. при наличии статистических данных о случайном увеличении на основе расширения функций доверия и правоподобия, полученных на основе модели «Перекле». Запатентованность способа установления глубины нормальной причины в лецептонной балке. Практическое значение результатов исследований. Практическое значение результатов исследований заключается в разработке методов расчета владельцев с изгибаемых лецептонных элементов при ограниченной статистической информацией. Достоверность результатов исследований. Подтверждение достоверности и обоснованности положения выводов является использованием положения строительной механики, антиоптических моделей, методов расчета надежности и вероятности безопасной работы, базирующихся на первые вероятности и статистики. Замечательный ход к секуляционной работе. 1. При определении предельной нагрузки и про критерию нагрузки способности предельного состояния для изгибаемых железобетонных элементов не приведен анализ их остаточного ресурса. 2. Как правило, при построении зависимости нагрузка против, практически всегда на диаграммах наблюдается излом, сочеток, средствия, образование трещин, со снижением изгибной жесткости, влияние ползучести бетона, анализуемки 2.6 и цифрационной работы этих активных особенностей отсутствуют. 3. При определении предельной нагрузки по критерию прогиба расчетные зависимости по определению изгибной жесткости элемента приведены только для случая отсутствия в примете нормальных трещин растянутой зоны. 4. Экспериментальные исследования представлены только одним образцом, что явно недостаточно для получения необходимой количества экспериментальных данных, что в том числе подтверждается линейной зависимости в круге по внешней области, характерны лишь для начальной стадии испытаний. 5. При нагрузке в диск нормативное обучение данные зависимости в линейный характер. 5. На основе числовых примеров расчет определяют вероятность безотказной работы в интервальной форме и прохитерии предельных состояний. 6. На виду с уже предельными расчетами желательно было выполнить исследование влияния различных факторов на вероятность безотказной работы и привести рекомендации по ее повышению. 6. В работе имеют место некоторые выдачные термины и формулировки, такие как 7. При использовании методов контроля, в частности метод отрыва-заскалывания, определяя прочность клона при сжатии, а не пределья на движение в жатом бетоне. 7. Зависимость представлены на рисунке 3.7, в роге коммерческого сопротивления, мало информативное и другое. 8. Общая оценка дисциплиционной работы. 9. Сделанные замечания по работе не снижают положительные оценки проверенного дисциплиционного дисциплирования. 9. По теме диссертации опубликованы 14 научных работ, в том числе выставки в коферном журнале рекомендованной вак Российской Федерации, и вакакета на изобретение, содержание авторефераторов, продолжающие материалы диссертации. 9. На основании 6 годов изложено исследование к отметке, что по объему содержали элементы на обычном левизме практической значимости, результаты исследований, циклиционная работа Соловьева, Сергей Александровича, соответствует требованию пункта 9. Положение присуждения ученых степеней, подтвержденного в основании проекта СССР по 24-2011-го года, и вакакета на 842 предъявляем к кандидатской диссертации. А ее автор Соловьев Сергей Александрович заслуживает присуждение ученых степеней кандидата технических наук по специальности 05-2011-17 строительной механики. Спасибо, Игорь Александрович, за ученые степеней. Будут ли вопросы по конкурсу? Сергей Александрович, нам снова конкретно, с замечательной стороны. Спасибо большое, Алексей Чудовович. Что касается замечаний. Первое, по анализу остаточного ресурса. У нас в работе предлагается анализ остаточного ресурса в Акстериоре, как мы уже сегодня обсуждали, по значению надежности мы оцениваем с какой-то периодичностью значения надежности, и на основе этого мы анализируем, сколько вам осталось эксплуатироваться в рамках своих значений надежности. Затем, по второму замечанию, промо, взлом и скачок на графике. Мы уже работаем с эксплуатируемыми реконструкциями и предполагаем, что у них уже есть какие-то густые трещины, дефекты, а так как у нас идет разгружение, а потом плавное обратное нагружение в исходное состояние, то есть не происходит трещин образования, то есть у нас неэдитивно воздействие на грузки. И предполагается, что уже трещины, если они есть, не возникли, если их нет, мы дополнительным воздействием их не выводим. Деформации ползучести уже установились, поэтому у нас зависимость представлена как плавная, без характерных особенностей со скачками. Третье, замечание по определению предельной нагрузки, по предельной прогибой расчетно-зависимости, по определению сгибной жесткости, предельно только для случая отсутствия в элементе нормальных трещин. Да, действительно, мы так себе позволили себе такое несколько угросить в данном случае такой подход. Однако через момент инерции, приведенный в зависимости от там, мы можем рассмотреть подход к грузки, где грузки будет иметь трещины через приведенный момент инерции. Затем, что касается экспериментальных исследований, замечание отлично в том, что они представлены только одним образцом. Действительно, да, мы испытали только один образец, чтобы верифицировать наш подход. Тут несколько причин есть, потому что у нас, в принципе, фокус основной был именно на методах расчета надежности, поэтому мы на одном образце проверили, насколько легитимны наши подходы, в рамках оценки несущей способности, и на этом исследовании остановили, как бы переключившись на основное исследование. Ну и к тому же, трудно доступно было для нас провести именно большое количество испытаний, поэтому мы сфокусировались на основной цели исследования, нашей диссертационной работы. Затем, пятое замечание, желает на голову выполнить исследование, влияние различных факторов невероятных безнаказанной работы. Здесь я согласен, действительно, очень хорошее замечание. К сожалению, наверное, объемы работы нам не позволило в максимальной степени его раскрыть, но действительно, работа от этого только выиграла. В дальнейших исследованиях условно это с замечанием прямым в расчет. И последнее замечание про неудачные термины формулировки. Да, действительно, тоже к теме по замечаниям согласен. Где-то существуют и в автореферате, и в диссертации, в том числе и опечатки, может быть, несколько неудачные формулировки. Да, действительно, к теме по замечаниям согласен. По замечаниям, в чем, при замечаниях. Спасибо. Слуха передала. На самом деле, я не знаю, что там уже замечали. Естественно, что это представляет, что это позвучитие вообще такой неудачный процесс. Какой? Ты можешь, протекая годами, вас проходили предупределение на свидание. В этом состоянии просто не могут позвучитие достигнуть какое-то значение, и на этом составе отставки. Это позвучитие, это достаточно сложный процесс. Это зависит от других факторов. Поэтому, по-прежнему, большая вещь наручка, потому что, если вы будете все равно, вы будете работать в качестве. Хорошо. Спасибо. Уважаемые зрители ученого совета, я с вашего разрешения константирующую часть пропущу. Значит, все имели возможность с ней знакомиться. Общее впечатление о работе, работа связана с самым таким современным направлением, передовым, которое должно развиваться. Я думаю, что лет через 15 оно будет базовым у нас в оценке надежности. У нас число объектов все время растет. Мы строим что-то, старые объекты появляются, их надо обследовать, а след все меньше на обследовании, на мониторе. И мы должны принимать решения в условиях ограниченной информации. И вот то, что развивается диссертант, как раз направлено на принятие корректных решений в этой области. Это определяет научную новизну и практическую значимость работы. Я сразу перейду к выводам. Значит, тут есть чем попритиковать, не только у соискателя. Я вот не знал этого, мне тут сказали, что выводы в диссертации и в реферате должны совпадать. Как-то это нехорошо совсем, потому что реферат узкий, он выводы сжимает. В результате 7 выводов в диссертации, они такие очень обрезанные. Первые 5 выводов чисто констатирующие. Я остановлюсь на 6 и 7. Значит, 6 вызов, вывод, по-моему, нужно с точностью наоборот. Я когда с автором переговорил, так оно и есть. Он формулируется так. Преимуществом разработанных методов расчетов надежности перед вероясно статистическими подходами является то, что расчет надежности жидко-донных элементов базируется исключительно на статистической информации, которая имеется по результатам испытаний при отсутствии безосновательной гипотезы предложений. К раз с точностью, да наоборот. Когда мы делаем статистический анализ, у нас нет дополнительной гипотезы. Автор, оказывается, имел в виду и правильно имел в виду, что мы явно или неявно то, чем мы не знаем, мы как-то это полагаем. Мы получаем ответ, который мы не можем оценить, правильно мы что-то дополнили, не хватающие данные или нет. В его методе статистический подход дополняется априорной некоторой гипотезой, которая четко формулируется. Я разрешу себе совсем простой пример привести. Вот вы пришли на обслуживание в ресторан, там пять официанток обслуживают в комнате сидит. Кто-то заглянул, говорит, там негритянки есть. Какова вероятность, что вас негритянка будет обслуживать? Вот это классическая задача такая. Теперь вы должны как-то дополнить ваши данные не в тарой гипотезы дополнительные. Это есть возможность. 0, нет, кто-то видел, что там есть негритянки. 1, мы дадим этой возможности, что 1 негритянка есть 5 типов, скажем, 0,1. Что их 2 или 3, дадим 0,4. И что их 4, опять дадим 0,1. В результате мы сможем получить несколько оценок вероятности. И каждая вероятность имеет свою возможность. Кстати, у нас получается довольно коллективная оценка. И мы математически можем оценить наше незнание. Каково будет пятно в этой оценке? Поэтому вывод правильный, но сформулирован плохо. А вывод седьмой, он вообще при такой ограниченности по объему не нужен. Он указывает на возможные области применения, которые совершенно очевидны, без диссертационной работы. А в целом работа, я говорю, хорошая. Теперь я к замечаниям перехожу. Значит, ну, я не останавливаюсь. Все результаты опубликованы, реферат соответствует диссертации. О значимости я уже говорил. Перехожу к замечаниям. Первое замечание касается степени разработанности темы. И в диссертации, на мой взгляд, оно слабовато оформлено, что ли, представлено. Я полагаю, что любой обзор, обзорная часть, должна кончаться целью и методом исследования. То есть, анализируя имеющиеся данные, я должен выяснить, о чем не хватает, и чем я буду заниматься. А там написано примерно так. Вот современная механика развита там Ньютоном, Лагрансом, Гамильтоном и другими. Ну, как-то хотелось бы, мне хотелось бы видеть, кто впервые применил теорию возможностей, в теории размытых множеств, в теории железодетона. Что недостаточно там в имеющихся исследованиях, а какую задачу ставит автор. Я вот этого не узрел. Там вот при чтении диссертации понятно более-менее, но обзорная часть слабенькая в этом смысле. А там обзор хороший, а выводов из него нет. Дальше. Конечно, про опечатки. Тут много говорилось. Я бы вообще рекомендовал автору прочитать диссертацию. Он бы нашел там кое-что новое, интересное. Я все опечатки ликну, я для примера скажу. Вот рисунок 2.1. Там на нем стоит цифра 1, 2, 3. В подписи под рисунком этих цифр нет. Зато в подписи есть функция БЭДЭПСО, которой ликви нет. Ну и таких мест порядочное все. И я тут привел 4, но там их больше. Скажем, фраза на рисунке 3.5 приведено графическое решение я, условие 3.2, при альфа 1 альфа 1, альфа 2 больше альфа 1. Вот дословно привел. Во-первых, не решение, решение я не решу. Решение есть уравнение, а условие может выполняться и не выполняться. Но есть такие места. Теперь на это отвечать по-моему нечего. Два вопроса, на которые я бы хотел услышать ответ. Вот при оценке надежности по критерию длины трещины надо считать предельную длину трещины 0.3 высоты сечения. Но это как? А если 0.4 или 0.1 или 0.5 мы можем тоже предположить некую функцию возможности предельной толщины не знаю или это как-то строго обоснованно. И еще замечание по времени при оценке временного ресурса автор использует низнее значение интервала надежности и принимает верхнее значение ресурса. Но если принять верхнее значение интервала надежности можно получить интервал максимум и минимум возможного ресурса. Ну вот это было бы так любопытно с моей точки зрения. Ну и теперь заключение я зачитаю полностью. Значит считаю что рассматриваемая диссертация выполнена на высоком научном уровне и представляет собой законченную научно-коррекционную работу которая решена важная научная задача разработанная метод для оценки надежности сгибаемых же бетонных элементов при неполной статистической информации о свойствах конструкции ее нагружения на основе теории возможностей и теории размытых множеств. Работа имеет значение для развития строительной механики и таким образом соответствует первому пункту 9.10 положение обсуждения ученых степеней утвержденного восстановления правительства Российской Федерации номер 842 26.05 2017 года подъявляемым кандидатским и докторским диссертациям автор диссертационной работы Соловьев Сергей Александрович заслуживает присуждение ученой степени кандидата технических наук воспитания степени 27.05 23.17 прощает меня все спасибо за поднимание Сергей Александрович вам с тобой на этом окончании ? Спасибо за отзыв и замечания с первым двумя замечания я действительно согласен существуют и обчатки и стилистические и фронатические некоторые отдельные ошибки замечания по назначению предельной длины трещины опять же как мы сегодня говорили вопрос о предельной длине трещины сейчас несколько открытый может быть люди занимающиеся механикой разрушения не предлагают такие более сложные формулировки менее инженерные подходящие предложения свои с точки зрения анализа вот именно как это делается в рамках железобетона я уже говорил о данном исследовании Пересыпкина и Зайцева было отмечено что при превышении значения длиной трещины 0,3 х нулевое возникает такое неустойчивое развитие трещины возникает благоприятная ситуация чтобы трещина сменила направление с поперечного развития на протонное возникает возможность выковать соответственно участки балки и сокровождение низущей способности это как отмечено у Пересыпкина и при отсутствии информации по предельному значению длинной трещины мы взяли такой вариант однако есть еще подходы допустим также работа возникает утверждается что трещины не должны превышать значения 0,5 высоты всего сечения то есть этот вопрос он в принципе сейчас еще с ради разработки но для наших методов пока первое что мы можем предложить при отсутствии это вот именно такой подход на взрыве 50 каждое а так что он самый осторожный мы и воспользовались следующее замечание касаемо того что на представлен подход к оценке статочного временного ресурса может привести к неоказанности за нижним результатом так как в оси ординации используются нижние значения интервала надежности это опять аналогично как наиболее осторожное решение здесь возникает такая кросс научная задача что если мы соединим положение которое мы предлагаем с теорией риска и если мы будем задаваться каким-то значением риска в рамках интервала надежности мы можем взять и другое решение так как наиболее осторожно это именно нижняя граница мы именно его и предлагаем а уже если мы подключим теорию риска там уже мы можем более интересные решения получать у меня ответы на замечание все у меня вопрос а если я возьму верхнюю нижнюю границу то есть я могу получить верхнюю границу ресурса тогда я вилку получил понятно что я спросил вы взяли нижнюю границу надежность если взять верхнюю границу то вы получите оценку с другой стороны ресурса или нет там еще существует такая характерная особенность в рамках расчета надежности возможностей методом то что в интервале верхняя граница надежности она в подавляющем большинстве нормальной эксплуатации равна единице то есть надежная допустим на ряд 9 до единицы и тогда если мы будем аппроксимировать у нас будет бесконечный ресурс то есть она может бесконечно долго эксплуатироваться поэтому не правильнее спасибо 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 что желаете Я должен сказать, что работы по определению надежности строительной конструкции попадают на совет довольно редко, но, можно сказать, чуть-чуть, почти капсово с назначением. И поэтому всегда вызывает такой большой интерес. Это работа не исключений. Сергей Александрович, с помощью возможностных методов, рассмотрел вопросы определения надежности куда-то частного вида конструкции только для питомных планов, оценки надежности вот этими возможностными методами определяют не окончательное решение, а как бы только и борьба, куда должно попасть истинное решение. Это, в каком-то плане, на мой взгляд, полезно, потому что, если вы делаете один ясность, вы получаете одно число. Правильно? Где-то сделали альтметическую ошибку. А здесь вы получаете границу. И если у вас где-то находится результат, уже более четкая надежность. Затем он предпособил теорию Дэнк-Файл-Шекера опять же к расчету надежности конструкции при неполной статистической информации. И это показало, что в этих случаях в теории Дэнк-Файл-Шекера дает неточные результаты. И ему даже пришлось использовать вот эту ракустную модель Дэнк-Файл, чтобы получить вот то, что нужно. Такой тоже уникальный подход. Ну и вот кроме этих как бы вероятностных расчетов, частной ссотацией, причем немало, занимает вопросы исследования самой конструкции, надежность которой он определяет. Здесь и определение, и сущие способности Дэнк-Файл-Шекера. И ему вот для того, чтобы получить живые какие-то статистические материалы, он в этом случае сделает эксперимент. Ну и эксперименты здесь об этом уже говорили. Не очень может быть удачным. Я ему предварительно рассмотрел, но уже говорил. Постудатам своей вероятности является тот факт, что все объекты, которые вы рассматриваете, должны быть однородными. В данном случае он из одной балки попытался сделать три. Загрузил, 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 загрузил. Но мне пришлось связаться с этим, потому что не должно материально, возможно, с десятых или пятых, или хотя бы три отдельные балочки, которые можно было бы сказать, что они действительно однородные и никак не исковертанные в предварительном нагружении и загружении. Я ему сделал такое замечательное. Но, на мой взгляд, учитывая, что он считает, расчет придет в виде полной статистической информации, в тот факт, что некоторые балки, может быть, не совсем однородные, поскольку такое пределы, можно как-то до района предупустить. Часть этих работ, которые ему, большей частью, можно сказать, проводились в полисветном железобетонных конструкциях, они в этой связи, на мой взгляд, сделали в какой-то мере правопрочные заявления нашего ученого СКТ или Никитина, а о том, что вообще эти статации надо было передать на как-то железобетонную конструкцию. Объем железобетона довольно достаточно. Но в данном случае все-таки превалировал расчет по определению надежности конструкции. И тут сыграла тоже некоторая традиция. Ведь все диссертации, которые вот они редко попадали, они проходили в капитальные механики, теперь капитальные строительные механики, в том числе и десятка солевого научного руководителя, Владимир Сергеевич Уткин, тоже заключалась в нашем совете. Ну, тут можно было бы как-то спорить еще, но наш совет предстоятельный вот почему по строительной конструкции. Там тоже есть пункт исследования определения точности строительной конструкции. Но спорить здесь, видимо, бесполезно, все равно это наш совет. Так мы ее назовли в конструкциях, пустили, заставили расчет строительной конструкции. Поэтому мы между собой в этом плане не будем. Ну, а сначала, говоря о работе, очень не затягивая время, я должен согласиться с мнением иностранных оппонентов и с отзывами подложительными. Хотя, согласен с теми же замечаниями, которые были, по-моему, ведущим компетенциям, эти замечания делали ему или на предыдущем, например, дополнительном рассмотрении как о рулении авторактора. Конечно, там были такие грехи. Часть она старая, но часть вот я читал художественные, как я говорил, оставит. И действительно вызывает, конечно, недоумение, ошибки, там вот эти тыквы хватает, оборота речи неудачные и так далее. Ну, я думаю, что, может быть, Сергей Александрович временно определял новой науки. Здесь нужно еще общие ответы. Вы что читает художественную литературу, научную статью, и вы когда пойметесь так, что вы написали, такие негде не встречались. Не только очень какие-то аналоговые ответы. Ну, и в целом, конечно, по диссертации я согласен с последним решением оппонентам. Думаю, что он заслуживает. Он очень хорошо отвечал на вопросы. Видно, что человек в эфирме и учитывает такое огромное количество статей по темным выступлениям. я про него предложил, вот уже, надеюсь, это будет у нас продолжить на речи. Заняться дальше, вот, начать писать эту диссертацию на следующую ученую оптенцию. в первую очередь, я вижу существенное пробелы в знаниях соискателя по механике изгибаемых животных линий. Ну, даже этот разговор по предельной длине речи об этом свидетельствует. то есть с этого представления ограниченной высоте сжатой зоны соответствующей длинной трещине, то есть, по-моему, не имеет такого представления. Соответственно, нет понимания, что предельная длинная длинная существенно зависит от процента армирования. И чтобы славное имя Игорь Николаевича пересыпка защитить, я хочу сказать, что внутренний аж 0,2, и с последующим декабрями нормальные трещины это всё медитона реалимирована. Способ, который получил кокет, способ обновления остаточной присущей способности, ну, собственно, тоже и не зря задавал вопросы о верификации получить оценку достоверности этого способа, потому что достаточно голословно декларируется, что мы отрём при небольшом уровне задвижения дальше сэкстраполируем эту правильную правильную первую сэкстраполируем сугубо не была прибыла нагрузка информации смело ее сэкстраполировать я бы с высоты своего многолетнего опыта не виделся того, что смело не объяснимо но с другой стороны это не свидетельство из вашей квалификации Сам подход к длину трещины определил по четырем конзометрам, причем неизвестно на каком расстоянии точка конзометра под трещиной, при этом идет отриспление грубо измеренной тюрьмы информации с трещиной. У нас все основные явления происходят, достаточно локализованные. Размеры крупности заполнительные. По самому делу достойно хотели, но этот способ относительно ненавизной. Этот маленький удар не отличается и физического смысла неплохо имеет. А вот, что же я сейчас говорю, не буду говорить, но побуждает меня голосовать более осторожно. К сожалению, в целях возможности сдержаться от голосования не предполагается. Вы должны выбирать ответственность. Так, еще один вопрос. Взял 850. Пожалуйста. В следующих условиях провести эксперимент. Это цифровая задача. Я понимаю, что экран хотел украшить свою работу экспериментальными данными. Но если представить, что для ограниченной выборки, когда Алексей длитит таких балок, их надо купить, их где-то достать и провести в такой долгостоящий эксперимент. Поэтому его желание утратить, оно вышло здесь блоком, потому что его все за это ругается. Я считаю, что это способствует. Конечно, сам эксперимент, судя по фотографиям, очень опасен, потому что далеко могла сломаться и все там разлить, в том числе или экспериментатор. Но, с точки зрения аппарата, о котором владеют десанты, я считаю, что у него прекрасное владение азематическим аппаратом, в целях вероятности азематической статистики и судя по его выступлению, он прекрасно разбирается в том материале, который представлен для меня уже в этом году. Так, еще есть желающие? Я одно слово тоже скажу об этой работе. Конечно, от процента армирования сильно зависит от трещины, слов нет. И, конечно, говорить о том, что эта трещина должна быть вот такого размера, она может быть любого размера, может быть несколько трещин. И датчики поставлены, когда поставился искатель, они показывают ошибочную платформацию. Приблизь эти датчики к трещине, все датчики покажут ноль. Начинаем отдаляться от трещины, появляются некие деформации, но они неадекватны тем, которые были бы, если бы трещины не было, а на этой трещине, на месте этой трещины была бы картинка. Но, тем не менее, все-таки я считаю, что работа эта очень большая, очень полезная. Соискатель сам обладает замечательными знаниями в области, механики, строительной механики. Поэтому я считаю, что мы должны поддержать эту работу сегодня. А то, что недостатки имеются? Ну, что? Всё. Можно ещё всё исправить. На шумце 5 на пользу. А? На шумце 5 на пользу. Да, на шумце 5 на пользу. Мы их выберем только потому, что другие следят. Так, есть ли ещё желающие? Нет. Есть замечания по процедуре? Нет. Нет. Тогда слово «соискатель» заключительное. Спасибо огромному диссертационному совету за всю эту работу. Я хотел бы лично поблагодарить и Валерию Ивановичу, и Александру Васильевичу. Редине Кисушину, что с самого начала они курировали мою работу, помогали мне в плане организационном, так как я из Володы, и хотел бы сюда приезжать. И хотел бы отдельную благодарность высказать. Пять лет занимался я диссертационной работой. Ну, возможно, я уже сейчас, по результатам, конечно, вижу какие-то такие недостатки, что слышно много у вас каких-то производных вопросов проснулся, не связанных именно с расчётом надежности. Однако, хочу у вас доверить, что действительно все пять лет я добросовестно крутился каждый день над тем, чтобы все эти цели достичь. Но, тем не менее, я всё равно вам благодарен. Благодарен за критику и за все замечания. Он очень много получил ценной информации, получил очень много ориентированных в свою будущую работу. Вот. Спасибо вам. Желаю вам. Спасибо. Так. За принятие сайта голосования неслушно настаиваешь, но комиссия осталась прежде. Уже есть некий опыт? Да. Надо новую комиссию. Новую. Вот мы доказывали только... А, собственно, я сказал, в один день. По положению мы не можем поместить заседание в Одиндии. Ну, в одном заседании. Значит, мы новую заседание проводим. Не комиссия там не будет. Потом я исходил. И сказал правильный... Заседание... Здравствуйте. 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 Здесь нет возражений? Нет. Идем полторы. Предлагаю проголосовать. Открыто. Кто за? Кто против? Счетная комиссия тут не выбрана единогласно. Друзья, подъявляется директор. Господин... Поехали... Кап PETER ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТИН! ПОЁТМАНОВАНИЯ САЛАТОНИЯ САЛАТОЛИЯ ПОЁТСЯ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...